Мы сейчас активно развиваемся в России, то есть мы используем то время, в котором мы живем. Конкурс «Мини-мисс Приморский край». Те девочки, которые уже пришли в конкурс, они каждая уникальны. И все-таки зачем детям конкурсы красоты? Каждая девочка мечтает быть принцессой, каждая. Я для своих моделей учитель. Учитель-проводник в новый интересный мир. Моделайн, конкурсы красоты – это все-таки бизнес или творчество? И бизнес, и творчество. Татьяна, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам на интервью. Моделайн – это международное модельное агентство в классическом его проявлении или есть то, что вас отличает от других? Я вас приветствую. Моделайн – да, это классическое модельное агентство, но есть те параметры, которые нас очень сильно отличают от других. Ну, первое, да, то, что мы являемся представителем и организатором конкурсов красоты. И второе, я думаю, что мало кто это делает. Мы организовываем фэшн-показы, и даже это получается сделать в нашем пространстве, в фэшн-пространстве. Я думаю, что мы единственные, кто это делает. Как проходит процесс обучения в Академии? У нас очень интересная и сложная программа, я не побоюсь этого слова, она уникальна. Уникальна в своем виде, потому что создавала ее я. То есть я профессиональная модель, и вся программа составлена именно из моего опыта. Не только в городе Владивостоке, но и за рубежом. То есть каждый предмет, каждый урок, он очень сильно запоминается ученикам. И когда они получают расписание, конечно, удивление родителей и обратная связь от родителей, от детей колоссальная. А в Модуайн больше все-таки девочки и девушки, женщины или есть место для парней? Для парней, конечно, есть место. И мы очень любим, когда они к нам приходят в агентство не только заниматься, но и просто размещаться в базу. Но в основном ребят, конечно же, меньше, чем девочек. Но наши девчонки, особенно в академии разных возрастов, они радуются, когда у нас в группах мальчики. Например, в младшей группе у нас сейчас 4 мальчика, в средней у нас в группе 4 мальчика, и вот в старшей у нас 1 мальчик. То есть мальчики тоже есть. Безусловно, есть большая разница между детским модельным бизнесом и взрослым. В взрослом очень строгие критерии. Это высокий рост, определенные параметры фигуры, черты лица и так далее. Ребенок быстро растет, меняется. И вот, допустим, в 15 лет к вам приходит девочка, и она хочет заняться серьезно карьерой модели. И вы понимаете, что у нее не тот типаж. Вы ей об этом скажете? Хочу заметить, что сейчас очень сильно поменялась тенденция в модельном бизнесе. То есть вот когда я начинала работать, не побоюсь этого слова, работать именно в сфере модельного бизнеса, все было жестко. Вот то, о чем вы говорите, параметры, рост и стандарт был определенный. Сейчас настолько расширились эти стандарты, и скажу вам больше, могут позволить продвигаться в сфере модельного бизнеса не только типажный, да, вот о чем вы говорите, лицо типажное, или по росту. Проходят очень многие девочки. И вкладывая в себя, в обучение, в продвижение, потому что ни для кого, опять же, не секрет, что сейчас можно в показе поучаствовать абсолютно любому ребенку, абсолютно любой девушке, юноше, и даже девочкам сайс плюс, девочкам 35 плюс. И это дает определенный опыт, и после этого приходит уверенность, и после этого их начинают приглашать. То есть я не убеждаю их не приходить, или не говорю, что вот вам, допустим, в модельном бизнесе не достичь какой-то карьеры. Я обязательно скажу, что они должны попробовать. То есть здесь мы можем говорить и про европейский рынок, и про азиатский? Сейчас вообще сложно говорить о зарубежном рынке, на самом деле сложно. И я не буду сейчас кричать во всеуслышание, мы международная модельная агенция, мы работаем там только за границей, за границей сейчас работать сложно, и все об этом знают. Но единственное, я не понимаю, почему все об этом не говорят, да, что сейчас отправить модель куда-то на контракт, заключить контракт с какими-то зарубежными модельными агентствами очень сложно. Мы сейчас активно развиваемся в России, то есть мы используем то время, в котором мы живем. Что касается модельного бизнеса, именно детского, не секрет, что для всех родителей их дети самые лучшие, самые красивые, самые яркие. Часто бывает, что они успех ребенка ставят выше, чем свой успех. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Это связано с нереализованными амбициями в детстве этого человека, да, самого родителя. И я сейчас четко определяю, то есть вот как только они ко мне заходят, вот буквально просто заходят, еще не говорят ничего, я могу понять, для чего этот родитель привел ребенка в модельное агентство Model Line. И я задаю вопросы, потому что, честно говоря, сложно работать с такими родителями, у которых какие-то свои детские мечты, и они приводят ребенка реализовать свои детские мечты в своем ребенке. Это же неправильно. У них своя жизнь, у их ребенка своя жизнь. И я предлагаю им уйти, да, потому что в нашем модельном агентстве, я думаю, что им не понравится, потому что мы работаем не только с ребенком, но мы работаем и с родителем. Да, то есть приведу вот простой пример. Мама приводит дочь, невероятно красивую девочку, в красивом платье, она похожа на принцессу, а сама мама в очень ужасном состоянии. Да, она сидит в коридоре, ждет своего ребенка, да, она не выходит с нами на подиум, на сцену, но девочка видит свою маму каждый день, нас она видит два раза в неделю. Как вы думаете, все-таки на кого она будет ориентироваться? Конечно, на свою маму, да. И я предлагаю им пересмотреть, пересмотреть свою жизнь и пересмотреть подход к обучению в модельном агентстве, и вообще пересмотреть подход к присутствию в модельном агентстве. То есть, когда родители становятся продюсером своего ребенка, вы это не поддерживаете? Становиться продюсером и быть маниакально неадекватным человеком – это две разные вещи. У нас есть родители, которых можно назвать продюсерами, но это настолько лайт-версия. То есть, в моем понимании, мама-продюсер – это та мама, которая не отказывается от развития и предложений. Приведу тоже простой пример. Например, модельное агентство Modeline – это не просто школа, например, да, академия. Это глянцевый журнал Modeline, это фэшн-показы, которые организовывают Modeline, это школа, да, академия Modeline, это фотопроекты, которые проходят ежемесячно отдельно от обучения, это поездки в Москву, поездки в Сочи, на другие недели моды. И мама-продюсер, который хочет, чтобы ее ребенок продвигался, как думаете, что делает? Соглашается на все наши предложения, да, то есть, если Modeline говорит, «Ребята, у нас вот такой проект, давайте». Такая мама всегда придет в проект, и такие мамы у нас есть. А что больше всего волнует родителей, которые приводят детей в ваше агентство? Я думаю, больше всего волнует, наверное, желание родителей, чтобы ребенку было комфортно. Да, то есть, они приводят с единственным желанием, чтобы ребенок получал удовольствие. А удовольствие получить у нас можно, да, у нас комфортный зал, у нас настоящий подиум, мы всегда отмечаем дни рождения, у нас всегда бывают какие-то встречи, чайпития, обсуждения, родительские собрания, и ребенку у нас комфортно. Да, то есть, вот я всегда говорю, если комфортно, оставайтесь. Если что-то вас смущает, ну, я думаю, что всегда можно поменять модельную школу. Также вы уступаете организаторам двух конкурсов красоты – «Миссис Приморский край» и «Мини-мисс Приморский край». Про детей поговорим чуть позже. Что касается взрослых женщин, почему они участвуют в таких конкурсах? Ну, первое, о чем я расскажу, что в городе Владивостоке уже прошло три конкурса «Миссис Приморский край». Это девочки 25+, я назову их девочки, потому что даже 55-летняя женщина ко мне приходит, и когда я работаю с ними по постановке показа, по постановке шага, по дефиле, я называю их девочки. Почему приходят? Приходят по разным причинам. Приходят мамы, которые после декрета, или в декрете, или после двойных декретов, тройных, да, то есть у них, конечно, желание вернуть себя, вернуться к себе, это в первую очередь. Приходят реализованные женщины, уже самодостаточные, у которых есть в жизни все, и у нее есть профессия, у нее есть бизнес, у нее есть муж, у нее выросли дети. Ей тоже интересно, она тоже хочет. Кому не интересно, кому не хочется иметь красивые аксессуары в своем гардеробе, да, корону, ленту, статус, диплом. И, конечно же, приходят еще те, кто потерялся в жизни и нет курса. Я этот курс показываю, да, потому что очень много мы разговариваем, очень много, мы обсуждаем разные темы, и я, как человек, уже давно работающий с женщинами, могу определить, в чем есть проблема, да, то есть я аккуратно, аккуратно, аккуратно решаю этот вопрос или подсказываю, просто подсказываю путь. Вот, очень многие довольны. А есть ли определенные критерии на миссис? Определенные критерии есть, но они настолько просты. Девушка либо замужем, либо имеет ребенка, либо замужем и имеет ребенка. То есть это вот в каком статусе она должна находиться. И, как говорит наш московский директор конкурса всероссийского, она может быть любого размера, но она должна влезать в 46-й. Вот, ну вот мы все смеемся, но на самом деле приходят разные женщины, разные девушки, и настолько они уникальны, что прям хочется этот конкурс делать, делать и делать. А что их ждет дальше? Те, кто захочет, они могут поехать в Москву на всероссийский финал «Миссис Россия Мира». Я была участницей в прошлом году, 21-го года, и знаю не понаслышке, какие эмоции, какой результат можно получить, как можно воспользоваться своим титулом, как свой титул нести, сколько мы друзей приобретаем, сколько новых знакомств, партнеров. И есть девочки, которым достаточно только региона, и они тоже рядом с нами. Им хочется просто быть в королевской семье. Мы встречаемся, общаемся, ходим в кафе, рассматриваем тоже различные темы, и многие делятся каким-то своим опытом. Мы практически навсегда остаемся вместе. Вот, кому-то нужно такое общение. Конкурс «Мини-Мисс Приморский край» проходит в первый раз? «Мини-Мисс» будет проходить впервые. Какие сложности в организации? Ну, я думаю, что все знают наш замечательный регион и город Владивосток. Очень завышенные ожидания, требования. И, конечно, мы старались найти самую лучшую площадку. Это Пушкинский театр, это место с историей, это место культурное. Конечно, нам хочется, чтобы нашим участницам подарили очень много подарков. То есть мы говорим «Партнеры, присоединяйтесь к нам, пожалуйста, у нас очень будет красиво и статусно». И из-за этого, конечно, есть такое внутреннее переживание. Очень высокая планка стоит. А будет ли что-то уникальное в этом конкурсе? Это классический конкурс красоты, такой же, как и «Миссис Приморский край». Уникальная, я думаю, всегда уникальность – это участницы. Да, я считаю, те девочки, которые уже пришли в конкурс, они каждая уникальны. А из каких этапов он будет состоять? Конкурс будет состоять из трех этапов. Первый – это визитка. Девчоночки будут активно выходить. Ведущий будет проговаривать про них, их регалии. Второй выход будет красивенный выход национальных костюмов. То есть я считаю, что город давно уже этого не видел. И третий этап у нас будет творческие номера, они по желанию. И четвертый – выход в вечерних красивых платьях. Как проходит сам процесс подготовки с девочками? Процесс подготовки – это, конечно же, постановка шага-дефиле. Наш зал позволяет, чтобы собрать большое количество детей в нашем фэшн-пространстве, потому что у нас 220 квадратов, огромный подиум, мы уже выстроили все как сцену, и мы репетируем уже, как будто мы находимся в Пушкинском театре. – И все-таки зачем детям конкурсы красоты? – Я думаю, что все-таки осуществить свою маленькую мечту. Каждая девочка мечтает быть принцессой, каждая. И спросите у любой, да, а ты хочешь быть принцессой? А ты хочешь иметь красивую корону? А ты хочешь иметь красивую ленту? Она всегда скажет «да». – А они их не травмируют? – Травмировать могут будущих принцесс только родители. Вот как настроен родитель, так и будет. Если родитель приходит только за победой, за первым местом, и он об этом ребенку постоянно говорит, травму наносит родитель. Но никак не организатор. Не организатор, который делает праздник, красивый праздник для девчонок. Да, то есть, ну как может травмировать праздник? Я, то есть, у меня нет каких-то таких критериев, как можно расстроиться. Каждый уйдет с короной, каждый уйдет с лентой, каждый уйдет с дипломом, с настроением, с подарками. И лишь родитель дома может сказать «ааа, ты не заняла первое место». Где травма произойдет? Произойдет именно в этот момент. Поэтому каждая мама, каждый папа должны настроиться на позитив, на мероприятие и на праздник. Безусловно, участие в таком конкурсе – это невероятный опыт, но все же еще и стресс. И, насколько я знаю, одна из возрастных категориях – это 3-5 лет. Ну, это прям совсем маленькие девочки. Вот как они справляются со стрессом? Да, у нас есть крошки, которым 3 года. И опять же, стресс будет тогда, когда будет в стрессе мама, либо в стрессе педагог, который преподает. У нас нет стресса, у нас все хорошо. Мы делаем праздник. То есть и ребенок придет и выйдет на сцену для того, чтобы ей аплодировали. Хлопали. Представляете, весь зал ей хлопает. То есть не будет стресса у ребенка. Даже если кто-то что-то забудет, не выйдет, мы обязательно выведем за руку, мы поддержим, мы пошепчем на ушко прекрасные слова. Какая ты красивая, какая ты принцесса. И на 100% я уверена, что у каждой поднимется настроение. А вот с каким возрастом участниц тяжелее всего работать во время подготовки? Вы меня застали врасплох, наверное, ни с каким. То есть каждый возраст, наверное, по-своему необычные они, но репетиции проходят у нас совместно. То есть все дети знают, какие возраста, кто за кем выходит. И мы уже стараемся, чтобы они друг другу помогали, они друг друга поддерживали. Не было никакой конкуренции. Наверное, ни с каким. Нет. С ними несложно работать. Все дети у нас прекрасны. То есть конкуренции между девочками нет? Они этого не понимают. А подростки? Ну, опять же, как мы их настроим? Ну вот стоят перед вами и подростки, да, которые были в Москве, которые встали на сцену всероссийского конкурса. Но нет у них никакого стресса и нет никакой конкуренции. Все привезли прекрасные титулы. Кто-то стал четвертой вице, кто-то стал первой. И все друг друга уважают и любят, и дружат. То есть у нас большая такая маленькая принцессная семья. Вот после участия в конкурсах, после публикации в глянцевых журналах, фотосессии, дети не страдают звездной болезнью? Родители страдают. Вот дети вообще ничем не страдают. Вот откровенно скажу. Все зависит от родителей. Наверное, эта фраза будет самая максимально повторяющаяся в моем интервью. Но, пожалуйста, настраивайтесь только на получение удовольствия. Еще, на ваш взгляд, существуют ли какие-то прям вот успешные, продаваемые шаблоны детской красоты? Детской нет. Детской нет, потому что вот даже если судить по заявкам, по запросам, которые поступают в последнее время в модельное агентство Model Line, то есть постоянно просят разные типажи, постоянно просят разных детей. То есть нет такого, что мы берем там только круглолицевых, большеглазых и блондинистых, либо таких, таких, таких. То есть запрос возраст, приходите на живой кастинг и вас отбирают. Как ребенок себя поведет на кастинге? Как он себя представит? Да, то есть я иногда удивляюсь, что вот я, допустим, думала, что вот выберут вот эту девочку, этого мальчика. Выбирай совершенно других, там вот эту девочку, этого мальчика. Да, то есть нет никаких определенных шаблонов. То есть определенного стандарта нет. Конкурс будет проходить 12 ноября. Какой главный приз? Главный приз – это поездка в Москву. Мы, победительницы, проплатим участие на всероссийском финале. Да, девочка поедет представлять Приморский край в Москву. А там, если она выиграет, какой главный приз? Она поедет представлять Россию на мир. Неплохо. Да, я думаю, что такие статусные призы и возможности, ну, мне кажется, это самый лучший подарок. То есть, получается, ребенок получает статус? Он получает движение дальше. Да, то есть возможность двигаться дальше. Вот, наверное, это было бы правильно, да. Слово, к детям немножко слово статус, наверное, не подходит. Татьяна, вы для своих моделей больше как вторая мама или строгий наставник? Я для своих моделей учитель. Учитель-проводник в новый интересный мир. Потому что то, что знаю я, то, что я могу им рассказать, никто никогда им не расскажет. Мода Лайн, конкурсы красоты – это все-таки бизнес или творчество для вас? Я недавно думала над этим вопросом и все-таки скажу честно, да, то есть я вообще такой прямолинейный честный человек. Творчество не может существовать без бизнеса. То есть мы не можем, вот возьмем художника, да, он делает творчество. На что он купит краски? На что он купит Батман, бумагу, мольберт, в конце концов? То же самое с нашим модельным агентством, да, то есть я благодарна очень и пользуюсь случаем, хочу поблагодарить родителей, которые вкладывают не только своего ребенка, но и в развитие нашего модельного агентства, и такие тоже есть. И, конечно же, мы делаем крутые проекты, мы делаем проекты, которые не делают город. Например, у нас сейчас очень интересная фотосессия, то есть в городе она никогда не проводилась, но на это на все нужны финансы. Даже на подготовку этого проекта уже мы затратили финансы. Конечно, я думаю, что это и бизнес, и творчество. Что бы вы пожелали молодым девушкам, которые хотят заняться серьезно карьерой модели? Прежде всего, полюбить себя. Я когда-то тоже с этого начинала, и многие приходят, говорят, да я люблю себя, да я вот такая вот вся, да, очень много масок. Во-первых, снять маску, во-вторых, искренне полюбить себя и зауважать своих родителей. Вот с этого начинается не только карьера моделей, в принципе, с этого должна начаться жизнь каждой женщины. Пусть так и будет. Спасибо большое за это интервью. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо.